У нас, детей 90-х, было ну просто огромное количество забав. Некоторые были дикими, ненормальными и, мягко говоря, своеобразными. Но каждая игра, каждое развлечение делает воспоминания совсем юных лет очень смешными. Как говорится, будет тут что внукам рассказать. Добро пожаловать на Телблог.нет! И это уже пятнадцатая часть о невероятных развлечениях детей 90-х. Мальчики забили девочкам гол! Берегите природу, мать вашу! Этот популярный лозунг того времени мы забывали сразу же, как только дело касалось наших игр. Решили однажды парни в деревне моей бабушки поменять на футбольном поле ворота. Этой воротами тяжело было назвать. Пара сгнивших палок и перекладина, которая отпадала после каждого удара. Да и поле было тоже нехти. Сплошной песок в перемешку с мелким камнем. Взялся я помочь ребятам, ведь играли мы вместе почти каждый летний день. Недолго думая, отправились в сосновый лес валить дерево. Дровосеки, блин. Взяли пару топоров и 4 велосипеда, на которых планировали довести стройматериал на футбольное поле. Сам процесс срубки сосны прошел без проблем. Дерево-то выбрали самое тонкое. А вот дальше было нечто. Когда мы уже укладывали дерево на велике, откуда ни возьмись появился лесник. И как давай шмалять с ружья в нашу сторону. Повезло, что он был от нас далековато. Да еще и бухой в дюбель, как потом оказалось. Я думал, что такое бывает только в фильмах. Но фиг там, мы от испуга топоры бросили прямо в лесу, а сами только успели укатить обратно в деревню. Дедок оказался противный и на своей Ниве вскоре прикатил за нами в село. Родителям пришлось проставиться перед ним, то есть дать на лапу чекушку. А дерево мы, кстати, через день забрали и все-таки поставили новые ворота. Но на этом вся эта история не закончилась. Парни поставили новую раму, даже штанги забетонировали и натянули сетку на каркас. Но нашу радость омрачил один противный мужик, который жил в метрах 20 от футбольного поля. Ясен пень, мяч иногда попадал в его забор, и он буквально обеззился от этого. Думали, поорет и перестанет, но не тут-то было. Этот козел примерно через неделю вструбил наши новые ворота. Ворота, из-за которых мы чуть богу душу не отдали, он просто взял и срубил. Такой дерзости мы вытерпись не смогли, поэтому решили отомстить. Если принято считать, что месть это блюдо, которое подают холодным, то наша месть была с таким противным запашком. Особо разозленный Кент, чей мяч этот соседушка успел порезать немного ранее, отложил ему мину собственного приготовления прямо под калиткой. Мы тем временем забросали дом из оборобитчика валерьянкой, ну а местные коты не заставили себя ждать. Кстати, у этого чудака их было целых четыре. Представьте, насколько он обрадовался пополнению в семье. Ведь тогда ему пришлось жить буквально в чертовом питомнике, пока валерьянка не выветрилась. Не самая дерзкая расплата за наши страдания, но орал и бесился он тогда знатно, так что миссинг комплит. Дети всегда стремятся казаться взрослее, быть крутыми и независимыми от родителей. Вот и мы лет и так 20 назад доказывали свою состоятельность не только курением салюта с Беломором, но и тем, что собирали металлолом и бутылки. Нет, мы не бомжевали, как могут подумать многие из вас, а зарабатывали первые деньги, сдавая железки и стекляшки и покупая на эти деньги те же сигареты, ну или мороженое с конфетами. Золотая по разбору металлолома наступила, когда у нас на районе прокладывали телефонный кабель. Тогда перерыли всю улицу, и мы в жажде обогатиться пропадали днями, разыскивая большие куски металла. Став немного повзрослее, начали лазить по старым сломанным трансформаторам, срывая медные обмотки. То же самое делали и с медными трубами. Помню, нам однажды удалось насобирать целых 6 килограмм меди, по 2 килограмма на каждого. Вот это был у нас пир на весь мир. Я даже на радостях, кроме конфет себе, купил домой докторской колбасы. Хотел же казаться кормильцем. Мать сдала по заднице, когда узнала, откуда взял эти деньги. Батя тоже прикрикнул, но потом, втайне от мамы, похвалил за благие намерения. Эх, знал бы старик, что остальные деньги я спустил на сигареты. Хотя, мне кажется, он все знал. Что же, у нас есть еще куча интересных историй, но, как всегда, мы продолжим наш разговор в следующей части. Поэтому не забудь подписаться на наш канал и следить за новыми видео. А пока предлагаю посмотреть предыдущие части чумовых развлечений детей 90-х. Если же вам есть что-то рассказать о 90-х, пишите свои истории и специальную тему нашей группы по ссылке в описании.